Ух, этот аниме сезон настолько хорош, что я не могу, мне надо выговориться. Это первый раз на моей памяти, когда я смотрю 10 англоингов за раз, и мне мало. Постоянно продолжаю натыкаться на сериалы, которые заслуживают моего внимания, но, ей богу, это невозможно. Я лучше подожду, пока они выйдут до конца, потому что за этот сезон я уже два раза сломался и пошёл читать мангу. А после этого я становлюсь тем самым токсиком, который пишет в комментариях, что манга лучше. Начнём, пожалуй, с моего любимого. Честно, из гаремников я вырос ещё где-то в лет 14. И периодически я их включаю, чтобы ощутить те же самые эмоции, что и раньше. Но потом я вырубаю через 5 минут, потому что сделаны малолетними дебилами для малолетних дебиков. Но когда я включил 5 невест, я был приятно удивлён. Ламповая атмосфера, хорошие шутки, главный герой не дебил и отличные девочки. Но каким бы хорошим ни был этот сериал, я прекрасно знаю закон о немогаремников. Никто никому не признается, а если признаются, то всё будет сведено к шутке. Так, собственно, и случилось. Но тогда я не понимал, насколько мне понравился этот сериал. Потому что, когда я увидел, что выходит второй сезон, я просто закричал от счастья. Нихуя же, блядь! Ведь сюжет продолжится. А, единственное, что там можно продолжать, так это... Он сказал, что он его любит. Они готовы умереть за него. У Кавра Оливии из пятерняшки. Честно, в первом сезоне я больше всего болел за Мику. Но то ли из-за того, что её хорошо раскрыли во втором сезоне, то ли из-за того, что в последнее время я начал любить острые... Теперь я болею за Нину. Хотя я не знаю, какой в этом смысл, потому что я знаю, чем закончилась манга. Я люблю тебя и ненавижу одновременно. Ладно, пока что хватит с романтикой. Джи-джи-джи-цикайсон. Или магическая битва. Само название кричит, я обычный сёнэн, не обращайте на меня. Я постою здесь, окей? В последнее время как-то много аниме, которое разбивает мои ожидания. Начинается суперстандартно, и единственное из чего я продолжу смотреть, так это отличный графон. Но впоследствии я начал понимать, что автор как-то слишком подозрительно хорошо понимает правила игры. То есть, ты думаешь, что это обычный сёнэн, потому что начинается он супертривиально. Пацан находит какую-то мистическую хрень, вокруг него начинают вертеться странные дела. Он съедает что-то, из-за чего в нём поселяется могущественный демон. Но вся соль в деталях. Из-за того, что он маскируется под обычным сёнэном, он постоянно тебе делает микрошотинг. Вот здесь ты думаешь, ага, это отряд номер 7, но теперь они будут тусоваться вместе. А нет. Они разделяются буквально после второго задания. Здесь ты думаешь, ага, новый Саски. А нет. Спойлер. И чем дальше двигается сюжет, тем больше ломаются эти ожидания. Из-за того, что всё так нестабильно, ты на самом деле боишься за персонажей, потому что откинуться они могут в любой момент. Не просто так сейчас это сама популярная манга в Японии. Реинкарнация безработного. Исикаев как говна. Каждый сезон они выходят по штук 10. Но за всё это время для меня нормальных Исикаев было только 2. Это Резеро и Коносуба. Стелеты, слизи и щитовики и в половину не оправдали моих ожиданий. И когда я узнал, что с Реинкарнации безработного начался весь бум Исикаев, я был удивлён. Но... Вы хотите сказать то, что один из первых Исикаев меня как-то удивит? Мы что, живём в каком-то фэнтези, где древние вещи имеют самые высокие характеристики? И, судя по всему, да. Потому что даже самые лучшие Исикаи для меня стали выглядеть как пародия на Реинкарнацию безработного. То есть, здесь главный герой на самом деле 40-летний неудачник. И после попадания в другой мир его психологические проблемы не исчезают. Мир нам раскрывается постепенно. Так что мы лучше узнаем, как работает магия и разная дребедень. Однозначно советую. О, Резеро, а мы как раз о тебе говорили. Выходи-выходи, не стесняйся. Ну, что вам сказать, ребятки. Эхидна просто топ. Наконец-то в этой истории появился глобальный сюжет и наконец-то начали раскрывать Эмилию. Смотрим, что из всего этого получится. Я даже название говорить не буду. Тупейшее говно. Держится только на хентайных сценах. Перерассказывает героя щита. Только в два раза хуже. Повторюсь, держится только на чернухе хентая. Никакой идеи там нет. Но, увы, я его смотрю. Потому что ничего подобного нет. Оно удивляет. Но еще раз повторюсь. Держитесь от него подальше. Атака Титанов. Очень хорошо раскрыта трагедия Эрны Егеря. Я проникся. Но не стоит забывать про другую не менее тридичную трагедию Саши Браус. Я считаю, она дополняет четвертый сезон трагизмом. Но если взглянуть поглубже, то можно понять, что почетное первое место в рейтинге трагизма занимает Раймер Браун. Невероятно грустная история, которая читается между строк. Десять трагедий из десяти. Пожалуй, одна из самых худших романтических аниме, которые я смотрел в последнее время. Не помню, когда в последний раз от такого я кричал, как девочка. Они взялись за руки. Стоит отметить то, что сериал не приторный. Так что его вполне себе могут смотреть и парни. От такой невинной платонической любви мне прямо захотелось самому завести отношения. Но, увы, я не дурак. И я знаю, что реальность сурова. Ты не получишь мою сперму, демон? Доктор Стоун. Во втором сезоне ребятишки продолжают изобретать разные научные штуки параллельно противостоя партии ЛДПР. Следим за развитием событий. Низкоуровневый персонаж Томадзаки. На первый взгляд что-то странное, но потом становится ясно, что это крайне полезное аниме. Не сутулься, расчешись, приоденься поприличнее. Прокачивай свои социальные навыки. Будь достойным членом общества. И фраза «мне плевать, что обо мне думают» это не повод выглядеть как бомж. В реальности к тебе не подкатит красивая девочка и не начнет делать из себя человека только потому, что ты хорошо играешь в игры. Все в твоих руках. Ну и на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и чмок-чмок.